Я Лариса Гусеева Я Лариса Гусеева Вы дарите цветочки и рассказываете, чем вам овны не угодили Хотел вручить вам цветы Но внешне он реально на саратовского похода Тут прямо внешность его не изменила Чем вам не угодили овны? Овны просто пришлось столкнуться с овнами Оказалось, что знак очень ревнивый И в этом пришлось убедиться на личном опыте Не давайте овны? Овны ревнивые Конечно Конечно ревнивые Киеве это не очень ревнивые Это и есть твой недостаток Вот видишь, мы как долго искали Нет, это нельзя ему называть точно Потому что все, крах Давайте про Касабланку Не была там никогда Советую съездить очень красиво Как вы там оказались? Получилось так, это был 2000 год Когда в Стане стало все плохо Резко и в работе все упало Одноклассники пригласили съездить на заработки Только на временно Не на совсем Я не собирался ехать на совсем Я хотел на полгодика А затянуло на 10 лет Ясно И я знаю, что у вас был трудный путь Не пришлось столкнуться Кем только не пришлось поработать Вроде порядочные, симпатичные Приятные, сдержанные Воспитанные А потом вы с завидной регулярностью И постоянством вызывали девушек Почему-то из Саратова Ну, потому что я же родом из Саратова А потом там самые красивые девушки Юлька Зимина, например И первая жертва была кто? Жертва я бы не назвал ее, конечно Жертва вы? Жертва, наверное, я получился в итоге Потому что прожили с девушкой полтора года до А вы ее вызвали из Саратова? Нет, мы вместе уехали Первый раз мы поехали вместе Была большая любовь? Ну, в общем-то, да В реале получилось не так, как все предполагали Как это обычно бывает А на кем пошла работать? В бар Там мало вариантов Мне кажется, что люди, уезжая за границу Они от хорошей жизни в России бегут А как же ей удалось там закадрить Богатого, пожилого испанца? Вот приходят клиенты Обращают внимание, особенно на русских девушек Они везде популярны И получилось так, что удалось, видимо, как-то А как она вам об этом объявила? Мигрантская жизнь очень не сладкая И нам приходилось жить по 8 человек в одной комнате В одной, ну, в двух комнатах И она сказала, что ей от работы дают квартиру Бесплатно, где можно пожить Она говорит, я типа перейду туда А потом, если получит, я тебя с собой, мол, позову Но это уже был какой-то знак Сторожила вас, да? Нехороший, да Я как-то, ну, доверие было полное у меня Вот И получилось так, что я отпустил Вот А потом как-то выяснилось, что... Что ей сторожа представили Престарелого испанца Со старым богачом я, конечно, не готова Пожертвовать своей жизнью ради денег нет Я даже пытался с ней наладить отношения Вот, к слову, скажу Что я как-то... Когда она меня не пускала в их территорию Я даже без лифта залез к ней на балкон на третий этаж Чтобы с ней просто увидеться Хорошо, что меня оттуда не скинуло У меня был просто напор Когда я что-то хочу, я добиваюсь Я пытался еще раз с ней помириться Вернуть Любил Большая любовь была у него Ну, это хорошо Ну, еще надо испытать чувство Ну, хорошо И следующая девушка была Кто? Как вы ее нашли? Где познакомились? Это была дочка моего хорошего знакомого друга И сколько эта любовь длилась? Год где-то А третья, которая приехала в Испанию И ушла в запой? Да Это третья Но она из нормальной семьи Просто у нее отец, мать Все были, дочка Да, все хорошо было Но просто любила выпить В запой ушла? Ты посмотри, Кань Однажды Как-то в очередной запой ее было У нее продолжался примерно два раза в месяц И дня по три Причем так жестко, что... А ревность у нее... Вот она была как бы не овен Но ревность у нее была жуткая А у меня бывало, что я дома вечером запаздываю Куда-то уехал по делам То-се, там с кем-то увидеться Однажды Приезжаю Домой И там, значит, костер И в нем, значит, горят мои вещи Документы Какие-то там Все, что там... Это было до того, как она вам кастрюлю в голову пульнула? Это было как раз после этого Я захожу домой И начинаю выяснять отношения Она в это время говорит Ты где был? Все такое И в этом кидает в меня как бы... В общем, когда полицию вызвали Я вызываю полицию Что это вы ее избили? Да, я уже по листву приехал У две машины Она увидела это все Разволновалась Упала на колени Прости, больше не буду Ну, я уже ничего не мог делать Они уже заходят А у них, поскольку Вот на самом деле Законодательство Немножко на женской стороне Они больше верят женщинам Чем мужчинам И вы не стали ее лечить Не стали ее вытаскивать А как? Это же... Нянчиться не стали с ней А вы проводили ее обратно в Россию Или она там тоже задержалась? Нет, она там задержалась Более того Она потом вышла замуж И уехала в Англию Сейчас она живет в Лондоне И бросила пить сразу, видите? Нет, мы с ней тоже общаемся по интернету Сейчас уже возобновили Она говорит, что с вредными привычками завязала А зачем вам это нужно С бывшими общаться? Ну, я, понимаете, я человек Так я зла не держу, скажем так Дело не в этом А у вас появится вот женщина постоянно Которая-то будет неприятно? Ну, значит, тогда придется прекратить Хорошо Вот вы возвращаетесь снова в Саратов И там встречаете девушку Из неблагополучной семьи И думали, что ее осчастливите? Не думал осчастливить Это была любовь реальная Мы просто встретились Познакомились И я прям... Женились? Ребенок родился? Не сразу, опять же Сначала мы уехали в Испанию А уже там Спустя через год, наверное, где-то Узаконили отношения И у нас развивалась дочка Главное, что у него память хорошая Он всех своих девушек помнит Оказалось, что она такая... Мужик в юбке Вот, точно Вот так вот Я ей до сих пор это и говорю Она сейчас всегда услышит Она вспомнит Сколько с ней прожили? Вот она была овен Чистокровный Три года Вам сейчас 45 лет Что у вас есть сегодня? Где вы живете? Сейчас живу в Москве на квартире Снимаете? Да И вы занимаетесь недвижимостью, да? Да То есть продаете в Испании? Да, я как-то типа... Язык, естественно, вы учили за это время? Конечно, у меня связи партнеры до сих пор все в Испании Ну, то есть вы не нуждаетесь? Вы не бедный мужчина? Ну, я сказал бы так Настя, как сейчас некоторые говорят Менеджер среднего звена Ничего не бедный? Квартиры нет? Есть машина? Машину перед активом в Москву я продал Машины тоже нет Я могу купить Прописки нигде, но тоже нет Я прописан Где? В Саратове Но там квартиры нет, просто прописан Дом частный, родительский Родители живы? Да Ну, матери нет, а новая семья Ну, они уже своих новых детей настрогали Поэтому, я думаю, вы и там не удел Упс Мне кажется, что хорошую женщину надо Понимаешь, когда его будет вдохновлять и поддерживать Да, да, чтобы... Нет вот этой девушки, которая мотивирует его на поступки То есть, как бы, для себя жить уже не интересно Нужна муза Нужна муза Кроме того, чтобы женщина не должна быть овном Какую не будете рассматривать? Ни за что и никогда Потому что вы всеядная И какой хотите, думаю, будет перечень Я бы не сказал, что я всеядная Наоборот, разборчивая Поэтому, как бы, до сих пор пока не определился Спортивная, стройненькая, как я Ну, я могу сказать, что я уважаю, что мне нравится Конечно, да Ну, нравится, когда девушка занимается спортом Это же хорошо, нравится, когда она ухожена Это же всем нравится И еще, знаешь, самое смешное-то Хочешь, чтобы вечером она ложилась Вот такая прям при лестнице И утром такая же вставала Но чтобы это не макияж был Ну, это татуаж, послушайте, нет Это гиалуроновая кислота И так далее С наручными волосами В конце концов, это все внешние данные Но есть в женщине что-то в каждом О, это очень важно Нет, вот как раз Если так подробно зацикливается на внешности Все остальное отходит на второй план Я согласна с тобой Сначала любим глазами Но ведь уже обжигался Ну, тогда, скажем так, чего я не хочу Это, наверное, не хочу содержанку Это точно Потому что я хотел, чтобы у меня с женой был Равноправные отношения А когда она будет красоту свою наводить И ходить по клубам, чтобы держать себя в спортивной форме Ты занимаешься? Ты ходишь в клуб? У тебя есть время на это? А у тебя... У меня дома стоит дорожка, я не бегаю Она у меня как вешалка На ней сохнет бульон Нет, я успеваю Как он будет сидеть у Николани двора? А зато хочет рядом с собой видеть девушку Понимаешь, принцессу, королеву, неревнивую И вот с твоей зарплатой, кстати Ты бы ему очень подошла Я ей говорю, что она ему подходит А мне бы он подошел Детей планируете еще? Хотел бы, конечно, сына, дочка У меня есть, она сейчас живет с мамой в Испании Но вот я очень редко ее вижу, очень скучаю Ну и давайте знакомиться уже Извиняйся, а можно в защиту жениха сказать? Да, а я жена Как вот его обрисовали Он не настолько неразборчив или всеяден Дело в том, что он... Ну, прежде всего, он мужчина Мужчина, который не сидит, сложа руки Который не опускает руки Что он может предложить, кроме неопущенных рук? Куда он невесту привезет? Подождите, ну давайте начнем с того, что прежде всего мы люди, правильно? Он мужчина, настоящий мужчина Ну и что это? На хлеб намажешь это? Можно я оставлю? Памперс на его настоящее копия Видишь, молодец какой, не дает другого беду Так он умеет, так он умеет все делать, кроме того, что у него ничего нет Человек вы достаточно жесткий, чего греха таить И у вас есть свои представления о принципиальности, что здорово, замечательно Но, скажем, мягкая женщина с этой принципиальностью не уживется Квадрат Солнца с Марсом говорит, что вы и решительны бываете, сверх меры, и в отношениях напористы И заставлять женщину умеете И при этом женщина вам нужна не покладистая Вы готовно отказались, но другой огненный знак, лев, я считаю, что вам можно как типаж рассмотреть, яркий просто Эти женщины умеют не слышать, если мужчина их критикует, а этого у вас достаточно Они умеют не относить это на свой счет Это действительно иногда бывает важно, потому что у человека мягкого вы способны Я не хочу сказать растоптать, но комфортно такой женщины рядом с вами не будет И на всю жизнь, пожалуйста, запомните, вам все всегда будет даваться сложно Такой у вас гороскоп Только титаническими усилиями Поэтому работать, работать, еще раз работать Ну что, друзья мои, приготовьтесь Первые невести, проходите, знакомьтесь Здравствуйте Привет, Олег, меня зовут Алена Но хочется привести в твою жизнь больше эмоций и позитива Хорошо, давайте попробуем Алена Алена, 35 лет Преподаватель хореографии в танцевальной студии Катается на горных лыжах, коньках и велосипеде Любит играть в шахматы и владеет искусством массажа Гердится дочкой-отличницей Предупреждает, что не умеет экономить На одного возлюбленного Алена потратила слишком много нервов А на другого – крупную сумму денег Надеется, что Олег не обманет ее надежд АПЛОДИСМЕНТЫ Женщина на грани нервного срыва О каких нервах идет речь? Что не поделили с ухажером? Ну, я рано овдовела А что случилось? Ну, в драке Три ножевых ранения И скончался в реанимации Он был бандит? Нет, он не был бандит Он трудился, зарабатывал деньги самостоятельно Дочке моей было уже 4 годика Ну, тяжело, конечно, так овдовить, представляешь? Конечно, конечно, для ребенка тяжело, как переживаешь за ребенка За мной стал ухаживать одноклассник, которому я училась в одном классе Он меня в тот момент поддержал, очень здорово, подарил эмоции Но после года я узнала, что он балуется наркотиками Тяжелыми? Достаточно, да Но так как я по образованию психолог У меня очень много знакомых психологов Я попыталась ему как-то помочь Вернуть его к жизни Ну, я считаю, что мужчина еще молодой Позитивный, добрый Выяснилось, что родители были в курсе, но вам не сказали Да, не сообщили об этом Мне никто об этом не узнал Я узнала, когда уже А не страшно было? Маленький ребенок Я испугалась Я испугалась, но Но не выгнали его Может, вам нравилось быть в роли, ну, не жертвы, а такой спасительницы? В какой-то мере, наверное, да Все-таки я хотела включить свои профессиональные качества, наверное, психолога И на сколько вас хватило? До 4 лет мы протянули На ребенка хватало в это время энергии? Или ребенок на второй план ушел? Вот, скорее всего, да Там же были у вас все, и реанимации, ну, все как положено, полный набор Да, да А он сел в тюрьму за распространение или за употребление? Его посадили за распространение, но уже после того, как мы расстались А у вас уже был в то время возлюбленный, на который вы огромную сумму денег потратили? Да, потом за мной ухаживал тоже из одного двора Который, в принципе, мне со стороны казалось, что очень... То есть вы также постоянные в выборе своих возлюбленных? Вы из одного двора, вы жених из одного города, да? Ну, как-то далеко не надо ходить, все рядышком все друг от друга знают Кажется, приличный сосед Да, кажется, вроде со стороны все прилично Мало того, из хорошей семьи, как вам казалось? Да, а когда начинаешь углубляться и начинаешь... Вы сделали вывод, что он альфонс Почему? Ну, потому что он не делал красивых поступков Я считаю, если мужчина... А вдруг я рожу ребенка? Получается, я не могу сидеть без работы, а как мне? Ну, для этого, а вдруг, нужно сначала пожениться, как минимум То есть это все в таком именно порядке Сначала предложение, руки и сердце Потом вы женитесь, а потом вот эти самые вдруг наступают А если вы просто с ним проводили время, то вам зачем думать об этом? Ну, этот женит для нее просто находка по сравнению с наркоманами, альфонсами Это золото У нее просто неудачный двор какой-то К ребенку как к вашему относился? К ребенку никак не относился, это меня вот очень сильно как бы насторожилось Ну, я в принципе... Он вам самой не был нужен определенный период времени? А тут должен мужчина интересоваться вашим ребенком А сколько денег-то занял? Ну, он не занимал денег То есть вы ему не давали? Незначительная сумма, но для меня это все равно 5-7 тысяч Ну, вот, и он альфонс сразу? Выяснилось, что не только вам казалось, что он альфонс Мужичонком оказался никчемным И даже бывшая жена его бросила и вышла замуж Да, из-за этого Уехала за границу Да Поэтому вы сегодня пришли без... То есть абсолютно с законченными на всех фронтах отношениями Вы абсолютно свободны У вас есть работа Сколько ребенку лет? 16 лет Девочке? Да, девочке 16 лет Она живет с вами? Со мной, да А не страшно мужчину привезти в дом, когда в доме юная девушка? Страшно, конечно, это, да, это я очень... На что будете в первую очередь обращать внимание, когда приведете мужчину в дом? Ну, как раз... Палатку ребенку ребенка не купишь? Уважение прежде всего, да А на зарплату не будете? Достоинство? Вот он говорит, фигня зарплата Люби меня, люби меня, как я тебя... Нет, ну, любовь любовью, но когда касается быта, тут уже неизбежно... Любовь... Все реально Девочка с вами будет жить или она уже... Я думаю, что в дальнейшем она уже взрослая, она уже хочет тоже снимать квартиру, а быстро... А сколько девочке-то ребенок? Девочка красивая На испанку похож Чем-то Она ему должна понравиться Она такая, испанский вид такой Скоро лето, пора подумать о фигуре Вам помощь диеты Елены Малышевой Еда для стройной фигуры Просто ешьте и худейте Пусть ваши мечты исполнятся Диета Елены Малышевой Набор еды для снижения веса Заказывайте на сайте dietamalushvoy.ru Или по телефону 8 800 555 30 44 Лариса, оказывается, наши сегодня невесты до такой степени смелые, что каждая из них подготовила видеоролик без макияжа Давайте глянем Давайте посмотрим Привет, Олег Я знаю, что в девушках тебе нравится натуральность Можешь посмотреть на меня, какая я без косметики А вы знаете, что у вас есть три бонуса? Скелет в шкафу, свидание наедине, семейная тайна Что хотите узнать? Семейная традиция Семейная традиция, есть такая? Ну, бабушка у меня очень, я считаю, уникальная бабушка, которая родила моего папу в 40 лет Вот, но она обладала какими-то знаниями, которых могла... Она по образованию медик была, медсестрой военной времена, она лечила солдатов И она умела заговаривать наговоры, заговоры на воду Вот, когда мы болели, у меня было двухстороннее воспаление легких Вот, то есть, я помню, мама, она мою маму научила, как это делать И она нас лечила, когда уже никакие лекарства не могли помочь Мама у меня от отчаяния прибегала к таким... И вы умеете? Меня этому не обучали, но, может быть, у меня гены... Ну, вот, на нашему потренируйтесь Спасибо большое, моя мама тоже заговаривает меня и Лёльку Вам нужно переодеться для сюрприза? Да Пройдите, а мы пока с подружками поболтаем А хорошие отношения, Алёна, с дочкой? Да Нормальные отношения с дочкой хорошие Везде вместе отдыхают, вместе дружат, общаются, как подружки А в 16 лет она её не собирается отселять Это просто она сказала к тому, что в дальнейшем вырастет, поступит в университет Опять же, куда-то отселять это не в другой город, а здесь же рядом, под маманным присмотром Почему надо отселять ребёнка, я никак не могу понять А дети сами тянутся, нет, мама не желает, чтобы её отселить Дочка сама хочет, как бы, какой-то жизни такой вот, отдельной Ну, как ребёнок, вот я не понимаю, как девочка входит Ну, времена такие взрослые Я вот не понимаю, как давай я, допустим, Викуся Буду ходить жить с дочкой Я тебе расскажу больше, мы с Викой тут говорим Я ей говорю, ты вырастешь, придёшь к нам в гости, увидишь, как Слава подрастает И он тебя будет взрослым, подхватит на руки, не ты его, он тебя уже будет носить, как сестру Она говорит, погоди, а вы меня что, отселить собираете? Вот Ну, ему будет 20, тебе 33 Она говорит, нет, я не понимаю, вы меня что, отселить собираетесь? Ну, и моя так же, я думаю, и твоя тоже самая Нет Отселить хочется? Ну, конечно, ну, ребята, 21 век, ну, о чём вы говорите? Кто сейчас будет? Ну, она только говорит, мам, я замуж выйду, ночевать буду, приходить домой Сюрприз готов, давайте посмотрим Очень женственно, вообще, конечно, очень красиво Естественно, на него впечатление, да, какое, смотри Спасибо, дорогая Идите к нам Костюм шикарный Это же каких джинджис стоит Молодец, клёво Проходите в комнату с вами, спасибо вам большое Павел и Денис, произнесло впечатление на вас? Ну, да А Алена, понравилось? Ну, ребёнок взрослый, правда, тяжело, мне кажется, будет Тяжело кому будет? Олегу? Ну, им обоим будет Мне кажется, насчёт дочки неправильно поняли Лариса, она совершенно нормально, она отреагировала на... Вопрос вот отношений мамы и дочери, вот это я обратил внимание Во-первых, во-вторых, мне интересно, если у мамы с дочерью такие отношения У нас же у Олега тоже дочь, а мне интересно, как они между собой вот ещё А Олеговой дочери сколько? У меня 6 лет, девочки Ну, ваши 6, и 6 и 16, это абсолютно ничего общего Любят детей, нет какой, найдут они общий язык вот с дочерью, то есть, ну, как бы... Ну, я поняла, что дочка в Испании с бывшей женой, поэтому, как... Дочка везде ездил, развлекаю, вожу, потом обратно отправляю в школу Значит, будете решать, будете подстраиваться под жену, так как удобно будет жене Если жене будет неудобно, чтобы она 3 месяца у вас жила, дочка Значит, будете либо отцом-одиночкой, либо будете решать эту проблему с бывшей женой Если вы хотите счастья для себя Ну, вот мне непонятно, хочет ли она ещё деть А только на что вы их содержать будете, понимаете? Вот странно С этим мы работаем А где, ну, работаете Вот я, я, ну, скажи, она мне нравится Хотя, в принципе, странно, педагог по хореографии Но хореографии никакой просто-напросто Хореография, по-моему Как взаимно это деньги можно зарабатывать? Есть, короче, профессия психолог Могла бы здесь развивать и больше бы зарабатывала Психологов, как собак нерезанных А вот такой педагог, извините, что она Такую ещё поискать Да пенсия она, что ли, это будет Потому что сегодня все хотят избавиться от целлюлита А реклама говорит о том, что вот если вот так заниматься Как целлюлита Нет, моя работа приносит мне не только деньги, но и удовлетворение внутреннее Да, то есть я получаю эмоции Я не буду пилить, я не буду, я в хорошем настроении Василиса, что звезда? Мне она очень и очень понравилась Я могу сказать, что по гороскопу она человек любящий, эмоциональный Все её проблемы с мужчинами были от того, что она до поры до времени не умела мужчинам выставлять требования, границы Вообще русской женщине нужно умение иногда стукнуть кулаком по стволу, а не только молча сносить Она, на мой взгляд, хороший психолог, потому что она сама себе объяснила, почему происходило так Меня в ней всё устроило, я считаю, что это одна из идеальных невест Готовилась к визиту сюда, что это, на мой взгляд, отдельная заслуга Проходите, знакомьтесь со второй невестой Привет, Олег Как ты и хотел, я неревнивая, но предупреждаю, чуть что, хату спалю сразу Сразу? Хорошо, очень приятно Ева, 29 лет Менеджер в продюсерском центре Играет на фортепиано, гитаре и саксофоне Посещает театры и отлично готовит драмики Мечтает открыть ресторан китайской кухни Гордится тем, что преодолела все жизненные трудности Предупреждает, что очень рано встает Возлюбленный обвинил ее в меркантильности и оставил ночевать на улице Ева надеется, что Олег станет ей надежной опорой Чем же вы провинились перед своим мужчиной? О, чем провинилась? Наверное, ничем Я приехала к нему, вот я изначально рассказываю историю С Хабаровска, окончив институт У меня было 5000 рублей в кармане Он меня любил, боготворил, ждал меня все эти годы Ева очень интересная, да Женственная такая Интересная к нему Смотри, какая у нее татуировка Она очень яркая Я приехала, 4 чемодана Он меня встретит с большим букетом цветов Я очень хотела Москву покорить Для меня это была идея фикс, мечтой какой-то Вот я приехала, он меня встретил У меня хватило где-то на неделю максимум Любви не было никакой? Не было у меня любви никакой Он меня начал раздражать Вот просто своим присутствием Он ухаживал красиво, конечно Но порой иногда это было через чур Вот эти завтраки в постели Он пылинки с меня сдувал А у меня ни друзей, ни подруг Я никого не знаю И мы начали как-то ругаться Каждыми днями постоянно Я со временем нашла работу На работу, подработку в караоке-клубе Работа была до 6 утра Я возвращалась домой Он закрывал двери на ключ Так, чтобы я не могла туда войти и попасть Один день мне пришлось просидеть на лавочке Подождать, пока он уйдет на работу За нелюбовь с вашей стороны мстил? Ну, наверное, да За то, что, наверное, не давало определенного внимания ему Того, что он хотел Вы его не любили, вот и все объяснение Я его не любила, а я ему не говорила о любви Я не говорила, что я тебя люблю А на что рассчитывали? Что вы приедете в Москву? Будете у него бесплатно жить, есть Он будет... Ну, с моей стороны, это не было обещание Это он меня звал Говорит, все нормально будет Поживем, посмотрим А он все выполнил? Пылинки с вас сдувал? Ну, не знаю Я ничего не обещала Я обещала приехать Я приехала Ну, вы же сейчас лукавите Почему? Ну, потому что... Нет, абсолютно Но он же человек Он рассчитывал, что он... Он же человек Он же человек Я не говорила, что пойду с ним по две мес А почему не пошли в гостиницу жить? Зачем? Вы пошли жить к живому человеку, которого не любили А потому что он пригласил Я не говорила о любви своей вообще Послушайте, ну меня приглашают Хорошо Я же не иду везде, где зовут Правильно? У меня была мечта, у меня была идея Да Приехать в Москву Он предложил Ева Хорошо, он послужил первым лифтом вашим Да Я это не скрываю Да Я ему об этом говорила Да И вы собрали чемодан От него ушли куда? Мне было стыдно возвращаться домой на Дальний Восток Потому что как бы это громко уехало Все у меня будет хорошо, в порядке Мне позвонила подруга Предложила работу в ресторане 100 километров от Полярного круга Там был город Усинск Маленький такой городочек Полгода я там прожила Заработала деньги какие-то Скопила сумму как раз таки Чтобы приехать, вернуться в Москву Заплатить за квартиру за три месяца Это там первый взнос риэлтором Приехав в Москву Я сняла эту квартиру У меня не было денег на еду вообще Я купила два помидора Два огурца И я вот на эти овощи неделю жила У меня даже не было ни масла Ни посуды, вообще ничего Я прожила, я пересилила все Я не звонила домой Не плакала, не говорила Мама, как бы у меня все плохо Мы все лимита Вот я, например, лимитчица Кто в Москву приезжает Мы все жили в общагах и в проголоде А как по-другому? И что? Ну это ваша мечта была Ну я ничего не говорю Это все моя мечта Слава Богу, что была квартира и были огурцы Да, слава Богу Они на вокзале Красили лихишки При вокзальном туалете А потом шли работать в театр Не самый последний артист Поэтому я ни помощи ни от кого не просила Ни от каких друзей Я не звонила, ни плакала У вас помощник сам появился Меценат Женатый мужчина А, ну появился, да Материальная страна все-таки играет Очень важную роль для нее И сможет ли Олег сейчас Ей что предоставить С ним я простречалась два года Это были, ну я считаю, что чудесные отношения В плане с его стороны ухаживаний А морально-этическая сторона Ничего не смущала то, что он был женат? Нет На тот момент мне не нужно было отношений серьезных Я не собиралась уходить замуж А даже если переспать, но он женат, он чей-то мужчина Мы никогда не разговаривали о его семье Я никогда об этом не думала А почему не думали? Вы уже были взросленькой Ну сколько взросленькой? 24 года, по-моему, мне было 23-24 Ну почему об этом думать? Он вам помогал, содержал? Да, он мне помогал Он дарил мне шикарные подарки Он постоянно водил меня в рестораны Отлично проводили время То есть он из семьи забирал? Я не знаю, что забирал А вы его любили? Человек был состоятельный Я к нему очень хорошо относилась Но не любили? Нет Ну это как, ну это же тоже своего рода такая проституция бытовая А почему проституция? Потому что не любили, потому что только проститутки без любви Из-за подарки, из-за денег А почему из-за подарки, из-за денег? Я к этому человеку хорошо относилась Но не любили? Ну не обязательно же любить Ну он тоже послужил следующим лифтом Не лифтом, абсолютно Мы с этим человеком дружим, да по сей день У нас нет романтических, любовных отношений. Нет, я же говорю, мы никогда не разговаривали о семье вообще. Я прекрасно отношусь, допустим, к его семье, с уважением к его детям. Да нет, если бы вы с уважением относились к его семье, вы бы не заводили шашни с ним и не брали бы денег из семьи. Я из семьи деньги не брала абсолютно. Я отказывалась, я говорю, он мне дарил подарки, он водил меня в ресторан, я не брала у него денег. И не говорила, дайте мне денег. Её, вам 29 лет, вы разговариваете сейчас как маленькая девочка, несмышлённая. Потому что однажды, может быть, вам повезёт, и вы станете женой чьей-то. И вы уже не юная, и появится молодая певичка, или танцовщица, или бухгалтер. Всё может быть в этой жизни. И я не думаю, чтобы вы не испытывали боли. Просто если вы это признаёте, когда некоторые женщины говорят, да, вот было, очень каюсь, переживаю, не дай бог, там это самое. Тогда я говорю, у кого не было такой ситуации в жизни. Но вы к этому относитесь, как будто бы ничего, ну, поела, сходила в гости, и что такого? Нет, ну почему? Вы спрашиваете, я вам откровенно говорю. То есть совесть никак не мучила вот эта сторона вас? Совесть за отношения женатым мужчинам? Да. А сейчас он вам в качестве друга зачем? Мы просто общаемся. Я не оставляю людей врагами, и как бы, а почему они просто не общаться с людьми? Ну хорошо. Тогда с вас ещё одна откровенность. Без макияжа. Давайте. Привет, Олег. Я думаю, что отсутствие у меня нарученных ресниц, волос, а также накачанных губ тебя не испугает, а наоборот привлечёт. Поэтому жду с нетерпением нашей встречи. Ева. Я бы вас не узнала. А я разная, да. Абсолютно разная. Не люблю краситься вообще. Нравится, потому что яркая. Мне кажется, активная. А мне не нравится. Лучше на шаленке никого нет. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736. А пока реклама. Сколько вы уже живёте? Шесть лет в Москве? Пять? Восемь, наверное. Восемь. А мы что-нибудь нажили? Ну, я пока не понимаю, где остановиться. В Москве или ещё тоже часто в разъездах. Квартира съёмная? Квартира здесь съёмная. У меня на Дальнем Востоке есть квартира. Ну, как бы всё на Дальнем Востоке. А вот давайте конкретно. Смотрите, Ева, у Олега есть ребёнок. Я как-то с первой невесты обошла этот вопрос. Думала, что, ну, ребёнок и ребёнок живёт в Испании со своей мамой. Оказывается, Олег забирает каждый год на три месяца ребёнка к себе. На летний. Время. Ну, летом в основном. А летом я живу в Сочи с мая по октябрь. Думаю, это будет замечательно. Море, песок, климат хороший. Вы там работаете, да, в Сочи? Да. И вас не будет это ни напрягать никак? А почему нет? Я думаю, что мы подружимся, тем более девочка, да? Да. А вы детей-то вообще собираетесь рожать когда-нибудь? Ну, конечно, собираюсь. Ну, как найду? Вам уже тридцатник вообще-то. Ну, как найду свою половину? Ну, я же зачем сюда пришла? Найдет конкретно любовь. Не будет смущать ребёнок не свой. А не будет смущать то, что, извините, женишок, нищие мы. И бриллианты мы вам, извиняйте, после последнего не купим. Лева сама-то не нищая, на самом деле, хоть у неё здесь и нет квартиры. У неё полно квартир в других местах. У неё приличная зарплата, да. Поэтому я вообще не думаю, что её интересует материальный вопрос. Мне кажется, что тут совсем другое. Да, это очень хорошо. Мы быстренько сейчас пристроим нашу жениха. Мы готовы, мы сами вот, вы готовы в нас инвестировать. Очень хорошо. А что ты мой жениха унижаешь? Я не унижаю. Он не унижаешь, конечно. У него нет квартиры. У огромного процента населения планеты Земля нет квартир. Но Олег очень достойно выглядит. У него есть деньги, у него есть специальность, бизнес. Я её и спрашиваю, она готова на этих условиях или нет? А почему вы про эти-то условия? Она же пришла сюда искать любовь, а не условия. Да так я только за радость. Мы ехали, она говорит, сейчас меня будет спрашивать про это, значит, про условия, про квартиру. Она говорит, а что говорить-то? Я говорю, мне не надо это. Она тоже немножко стесняется. А вот 15 лет разница. Рожать сейчас надо, мало ли что. Мне это тоже сейчас надо. Так что же я пришла? Тогда что мы здесь делаем? Может быть... Поехали в испанник. Может быть, бонус? У вас есть скелет в шкафу и свидание? Мне, наверное, свидание лучше. Конечно, лучше свидание. Проходите. У нас минутка, да? Ну, что хочу сказать. Очень интересная у себя как бы судьба. Немножко даже чем-то перекликается с моими трудностями, в том числе и на любовном фронте. Ну, конечно, меня интересуют, конечно, долгосрочные отношения, чтобы это все было как бы... А как долгосрочные? Я имею в виду, что для брака мужчины, для создания семьи, детей. Мне 29. То есть, можно на ты, да? Конечно. То есть, ты сказал, что как бы это то, что там было, то, что рассказано, это все остается в прошлом. Да. Ну, момент такой, что человек такой творческий, и я часто в разъездах. Я ищу мужчину, который полюбил бы мою работу и не имел к ней никакой ревности, никаких претензий. И конкретно полностью мне доверял. Я тоже за доверие. Все, что мне нужно от мужчины, да, мне не нужны, как сказали, бриллианты, квартиры там. Не знаю, это все со временем. Если есть любовь, если есть стремление двух людей, думаю, все, это можно достичь. Много желания, вполне не пускать руки, как вы сказали ранее. В этом с тобой согласен, да. Можно вопрос? Вы знаете, вот мы столько говорим, вот честно сказать, про отношения здесь, вот мы говорим про квартиры, еще про что-то. А вот про отношения, например, я не слышу там ничего. Вот на самом деле. То есть, я понимаю, что девочка целеустремленная, да, что она вот идет. Но то, что вот ей, например, нужны серьезные отношения, я не вижу, это один вопрос. А второй вопрос, вот этот мужчина, с которым они продолжают общаться. Вот я не думаю, что, например, если у них завершится отношение, ему понравится, присутствие до сих пор. И до сих пор другого мужчины, с которым у них неплохие отношения и так далее. Но дело в том, что у Олега тоже со своими бывшими очень неплохие отношения. Нет, ну я имею в виду, он с ними, он общается на данный момент с женой, потому что у них есть ребенок, он порядочный человек. А мы говорим про мужчину, тем более... Нет, он сказал, что с бывшими девушками тоже перезванивается не так часто, как хотелось бы. Я знаю, я знаю, я знаю давно... А я сейчас задам вопрос. Ева, вот друзей Олега, что справедливая, волнует история общения вас и вашего бывшего. Можете пожертвовать и прекратить общение? Да, конечно, без проблем. Все, а для любимого, дорогого человека... Сейчас вам будет сюрприз. Давайте. Мне кажется, у Евы достаточно внимания мужского. И это понятно, то есть, если она сейчас занимается таким творческим, опять же, бизнесом, да, шоу-бизнесом, что внимания она достаточно получает. Именно от него ей нужны другие все-таки качества. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! 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 И все равно, где жизнь? Я думаю, что ты сможешь с ним начать заново. Все, просто за меня. Ну да, она такая кошечка. Я понимаю, что мужчинам нравятся такие женщины. Нам даже не надо восточный танец танцевать, понимаешь, а галяция. Ты сейчас показала какой-то танец на коняшке, например, в эфире со звезды. При ее рождении выходила звезда унук Альхая. Это сердце змеи. Такие женщины бывают себе на уме, умеют ужалить, если это нужно, умеют мужчину построить. Но мне кажется, что это и неплохо при нашей жизни, почему не иметь такой возможности и таких навыков. Как женщина, безусловно, заслуживает внимания. Наступил самый приятный момент выбора. Три очень красивые и абсолютно разные девушки. Алена, Ева и Юнара. Кого вы советуете, Денис? Ну, я бы вот выбирал между второй и третьей кандидаткой, но склоняюсь, наверное, к второй больше. Ева. А вы, Павел? Я просто знаю Олега, а знаю, что он выберет второй кандидат. Ева, трудяга, работяга, не будет вам выламывать руки и говорить «хочу это, хочу то». Мне кажется, прекрасный был бы выбор. Я тоже за Еву, потому что у Алены и Юнары дети уже есть. Так что им есть на что опираться и мотивация есть. А вот у Евы детей нет. Надо, как говорится, размножаться. Василиса. Ну, если нет льва, приходится брать другой огненный знак, потому что в вашем гороскопе Венера показатель тех женщин, того стиля, который вам приятен в любви, находится в огненном знаке, в Альве. Если нет льва, придется брать Овна, Еву. Вы Овна боялись изначально. Я должна сказать, что у вас сложные отношения с этим знаком, но если вы изначально выясните, в чем ваша оппозиция, в чем вот эта разность, характер, то я считаю, что все может сложиться. Хочу рассказать о предстоящей неделе. На ней нас ожидает удивительно красивая дата. 15 мая 2015 года, и это пятница. То есть 15, 05, 2015 и пятница. Тем, кто падок на такие красивые числовые совпадения, должна сказать, что, увы, этот день ни для чего не обещает быть очень хорошим. Поэтому не нужно какие-то особенные события в вашей жизни к нему как-то пристраивать, планировать именно на него. Вообще вся неделя будет довольно сложной. На небе развернется оппозиция двух планет Марса и Сатурна. Это вечные враги, крайний жар и крайний холод, которые между собой схлестнутся. Люди тех профессий, которые предполагают активность, напор, риск, ну, например, бизнесмены или военные, к сожалению, столкнутся с большим количеством препятствий на этой неделе. А те люди, которые по роду деятельности, наоборот, должны контролировать, сторожить, такие как учителя, или те люди, которые следят за соответствием действий закона, юристы, например, это те люди, которые будут бесконечно атакованы чужой утомительной активностью. Я всем желаю удачи, осторожности, осмотрительности, потому что еще эта неделя будет, к сожалению, травмоопасной, пожароопасной. Я думаю, вы решились и знаете, к кому пойдете. В любом случае мы вас поддержим. Проходите. Сегодня я встретил девушку. У нее были большие голубые глаза и длинные светлые волосы. Я каждый вечер подходил к ее балкону и пел ей песни. Она выходила и смотрела на меня. Но однажды, когда я пришел, девушка не вышла. Я предлагаю всем выйти из комнат и поддержать Олега. Вот так вот. Я знала, что ты придешь. Я думаю, что мы найдем общий язык, потому что так очень много общего у нас сложилось. Конечно, найдем. Не переживай. Не волнуйся. У нас есть пара Олега и Ева. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гудеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся. Рада за вас. Я Михаил. Мне 26 лет. Продолжаю семейный бизнес. Эксперт по перепелкам. Парень хоть куда и печку могу построить, и ремонт в квартире сделать. Ищу русскую красавицу, которая ценит традиции. И вообще, я лапшевных дел мастер. Если хочешь вот эту лапшу, приходи ко мне. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала. Субтитры сделал DimaTorzok